Итак, всем привет! Меня зовут Семен и это Grand Line Peter. Сегодня мы рассуждаем на тему, какие же саморезы нужны для металлочерепицы. И я хочу, чтобы мы сегодня разобрались в этом действительно подробно. Размер самореза определяет всего две цифры. Вот, к примеру, этот саморез имеет размер 4,8 на 35. 4,8 это указание диаметра самореза по резьбе в миллиметрах. То есть, если мы возьмем штангенциркуль, то указанный размер будет 4,8 миллиметров. А вот вторая цифра названия, здесь это 35, определяет длину самореза. Так вот, длина и составляет 35 миллиметров. При этом, реальная длина этого самореза будет уменьшена из-за наличия уплотнительной резинки, которая в среднем занимает около 4-5 миллиметров. Поэтому прошу не забывать, что в реальности 35-й длины саморез всегда будет на 4 миллиметра короче. Теперь, когда мы разобрались с размерами саморезов и то, что они означают, мы можем спокойно поговорить о том, саморез какого размера, где применяется. Так вот, базовый саморез, как уже было сказано, это саморез 4,8 на 35. Или саморез 4,8 на 29. Оба этих самореза применяют для монтажа металлической черепицы к обрешетке. В 25-ю по толщине обрешетку желательно применять 29-е, а вот в 30-ю больше подойдут 35-е. Если саморез будет длиннее, он может расколоть обрешетку. А если он будет еще длиннее, чем просто длиннее, то даже продавать гидроизоляцию. Эти же два самореза применяются и для крепления ягодовы нижней. Связано это с тем, что задачи по смыслу те же. Закрепить металлический лист к ровной деревянной обрешетке. Поговорим о торцевой планке. Вертикальную ее часть крепят все тем же саморезом 4,8 на 35 или 29 мм. А вот с горизонтальной ее частью все не так просто. Потому что здесь возможно применение в зависимости от выбора монтажника, как саморезов 70-й длины, которые закрепят планку через металлочерепицу прямо в деревянную обрешетку, так и саморезов более коротких 5,5 на 19, которые крепят планку только к листу металлочерепицы. Внимательный зритель обратил внимание, что вот этот коротенький саморез, который я упомянул только что, 5,5 на 19, имеет иной размер не длины, а именно сечение. 5,5, а не 4,8. Казалось бы, что здесь меняется? А меняется здесь все. Потому что саморезы кровельные с сечением 5,5 – это саморезы, предназначенные для соединения металла и металла. Давайте разберем разницу между саморезами для крепления металла в дерево и металла к металлу. Принципиальное различие между саморезами в дерево и саморезами в металл заключается в том, что саморезы в металл имеют вот такой вот большой специальный бур, которого саморезы по дереву не имеют. Следующее отличие, которое можно заметить визуально, но уже не так легко, это разная резьба. Саморезы по дереву имеют более редкую, более крупную резьбу, чтобы между резьбой, не разрушаясь, застревали волокна дерева, и саморез за счет этого держался в дереве. Саморезы металл-металл имеют более частую резьбу, в том числе и потому, что они соединяют в нашем случае два листовых металла, толщина которых часто не превышает полумиллиметра. И если резьба будет слишком редкой, то саморез при такой толщине соединения может просто не зацепиться за стенки металла. Итак, вернемся к узлам кровли и размерам самореза. Тот самый саморез 5,5х19, про который мы говорили, обсуждая торцевую планку. Применяется также, к примеру, для соединения листов металлочерепицы между собой на продольных перехлестах. Саморез 5,5х19 применяют также для монтажа коньковой планки на металлочерепицу. При этом это не единственный способ. Коньковую планку также можно крепить через металлочерепицу прямо в дерево, используя саморез 4,8х70. Саморез 5,5х19 мы рекомендуем для крепления верхней яндовой к листу металлочерепицы. Верхняя яндова является сугубо декоративной, и ее крепление должно производить саморезами металл-металл. Если взять саморезы более длинные, например, 70-е, то можно просто банально поцарапить или даже продырявить яндову нижнюю, что, конечно, не скажется хорошо на герметичности этого узла. Итак, последний саморез на сегодня это саморез ПШ. Саморез с ПС-шайбой. Мы применяем в размерности 4,2х25 для крепления карнизной планки. Плоские головки самореза ПШ пригодятся нам в том случае, когда мы будем укладывать лист металлочерепицы на карниз. Благодаря тому, что головка не выпячивает, как, к примеру, у самореза кровельного, можно положить лист, не боясь, что он будет опираться не на планку. Подведем итоги. В этом выпуске мы разобрали, чем отличаются саморезы по применению. Металл-металл и металл-дерево. Если их не путать, то всегда в жизни ждет успех и счастье. Разобрали, что именно означают цифры в названии саморезов и какие конкретно саморезы нужны для металлочерепицы и конкретных доборных элементов. Не путайте тип саморезов и правильно подбирайте размер, тогда все будет крепко и надежно соединено. На сегодня это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Ну а главное, оставляйте под оригинальным видео комментарии и там же предлагайте темы для наших новых роликов. Всем удачи!